Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в нашей поездке анализ текущей ситуации в российской экономике и её основных тенденций. Обсудим, какие дополнительные решения необходимы в нынешних условиях для поддержки отечественного бизнеса, предприятия, отраслей и, конечно, граждан. Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление западных стран. Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров и магазинов. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического близкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, имея в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется. Курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом. По итогам первого квартала положительная сальда текущего счёта платёжного баланса превысила 58 миллиардов долларов. И это исторический максимум. В банковскую систему страны возвращаются наличные иностранные валюты, растут объёмы вкладов граждан. Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда розничный спрос пришёл в норму. Товарные запасы в торговой сети восстанавливаются. При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному искусственному регулированию рынка. А вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах. Отдельно остановлюсь на теме инфляции. Сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами это хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо всё. Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены. И нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной. В этой связи напомню об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство. Конечно, ключевое условие для обеспечения реального роста доходов граждан – это создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей. Текущая ситуация здесь в целом устойчивая. Об этом можно судить в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. Но на достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных. Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе, принимать своевременные решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей. До сих пор правительству это, безусловно, удавалось и Центральному банку. Прошу сегодня коллег из ЦБ и из правительства подробно доложить о том, как вы ведете дальнейшее развитие отечественной экономики, какие меры нужно принять, чтобы предотвратить возможное негативное развитие ситуации, не допустить ухудшения положения российских компаний и предприятий, граждан. Прежде чем перейдём к повестке, на каких темах хотел бы сегодня заострить особое внимание, хочу об этом сказать. Первое – это внешняя торговля. Ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов. Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и национальных валютах стран надёжных деловых партнёров. Хочу подчеркнуть, в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами. И просил бы сегодня доложить, как организована эта работа и какие результаты здесь планируется достичь. Второе – сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса. Это сфера деятельности Центрального банка, ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки, что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике. Что касается бюджета, я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством. Тем не менее, в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать её ликвидность. Возможности для этого есть. Конечно, нужно действовать аккуратно, мы с министром говорим об этом постоянно. Но, тем не менее, по итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы. Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходима экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю. Но при этом ключевым условием, конечно, остаётся долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Сколько у нас сейчас профицит? 1,1 триллиона, по-моему. Да и в регионах совокупный профицит тоже где-то около триллиона, 0,9. Но вот на теме бюджетной политики предлагаю сегодня подробно остановиться. Давайте начнём. Слово Элиберийского обязанностей на Георгию. Пожалуйста.